Итак, сегодня ничего. Что это вообще такое? Подожди еще разочек. Могу посоветовать вам удалить все аккаунты в инстаграм. Что я могу? Ничего. Служебный роман. О красивом лице, стройном теле и качественном отдыхе пойдет сегодня речь в проекте Инстачек. И, конечно же, мы расскажем вам о том, как продвигать подобного рода бизнес на площадке Инстаграм. Герои сегодняшнего выпуска. Врач-дерматолог-косметолог Наталья Лампицкая, владелец апартаментов на горнолыжном курорте Светлана Кайкова и тренер-консультант по питанию Юлия Антонова. Помогать девушкам проложить дорогу своему бизнесу в Инстаграм будет наш СММ-эксперт Анна Косинкова. Помогаю людям хорошо себя чувствовать, хорошо выглядеть, постройнеть. Ко мне за красивой фигурой, за хорошим самочувствием. У нас, кстати, с мужем это семейное дело. И у нас около 50 клубов здорового образа жизни в Челябинске, в области, и не только, где мы помогаем людям. Нам это нравится, и нам нравятся результаты нашей работы. Как-то отдохнули с мужем на горнолыжном курорте еще в далеком 2014 году. Проснулись и решили, что мы хотим здесь жить, отдыхать. В принципе, осуществили свою мечту быстро, приобрели недвижимость и какое-то время самостоятельно жили. И сейчас пандемия, так сказать, все отрегулировала в нашем бизнесе, и мы приобрели еще недвижимость. То есть у нас сейчас шале на 5 человек и 2 апартамента на двоих. Это в отеле уже. Отель в категории 4 звезды. Пришла в косметологию из дерматологии, то есть как самый настоящий косметолог. То есть 20 лет я уже в профессии практически. И особо выбора не было, потому что из семьи врачей только вопрос стоял, каким врачом стать. Хотелось очень помогать людям стать красивыми, поэтому стала косметологом. Мы помогаем человеку сбалансировать его питание. То есть мы не занимаемся диетами, мы не исключаем ничего. Для конкретного человека мы уже подбираем программу питания. Ну и самое главное, почему человек получает с нами результат, потому что у него есть я как консультант, и мы уже вместе идем к результату. Я его поддержка, я его мотивация, и я не даю человеку бросить, если он сам искренне хочет снизить вес. Что мы сейчас в аренду сдаем, конечно, мы влились в самое подходящее, так скажем, время, потому что люди как раз находились в области, на Урале. То есть конец марта как раз все закрыли. И вот именно в этот промежуток мы начали активно работать. Этим летом в Тюменской области, Екатеринбург все приезжали к нам, потому что у нас сейчас два водоема на Солнечной долине, то есть и лето тоже можно провести у нас. Это будет такое отделение косметологии, в котором много направлений. И красота, и уход за лицом, и омоложение, уход за телом. Вообще косметология сейчас находится на стыке разных специальностей. И врач-то косметолог, он должен обладать клиническим мышлением для того, чтобы действительно помочь своему пациенту стать красивым не только лицом, но и телом, но и изнутри. Такое серьезное направление и требует и постоянного повышения квалификации, и постоянных каких-то учеб. Развивая бизнес, наши героини быстро поняли, Инстаграм – эффективная площадка для его осуществления. Этап поиска своего стиля, рубрик и методов работы с аудиторией уже пройден. Главные вопросы сегодня – какой способ продвижения лучше использовать, как удерживать аудиторию и как продавать в Инстаграм. Я не могу сказать, что мы прям продвинутые пользователи Инстаграм, но, в общем, что-то делаем в этом направлении. Из Инстаграма опять же люди приходят. Они за мной наблюдают какое-то время, кто-то сразу, кто-то полгода, кто-то год и потом обращаются. Не нужно копаться, искать свою ЦА. Все люди – это поэцель-вая аудитория. Просто тебе нужно правильно подать свой продукт. Юле бы я рекомендовала, так как это правильное питание, за здоровый образ жизни, работать с тренерами. С клубами, инструкторами. То есть, возможно, это будут какие-то программы питания для их клиентов. Чтобы в дальнейшем эти люди могли порекомендовать своего тренера и вас, да, как человека, который помог им скинуть лишние килограммы. Я из каждого СМО-щика, так скажем, для себя какие-то плюсы нахожу. И уже дальше, да, самостоятельно работаю, то есть осваиваю все вот эти приложения, программы, потому что я прекрасно понимаю, что всегда я со СМО-ом не смогу работать. Ваша целевая аудитория – вся Россия. В вашем случае это таргетированная реклама. Вы должны быть всегда на виду. То есть первым делом человек, когда собирается ехать за город отдыхать, чтобы ваш аккаунт был всегда у него на виду. Тут и рекомендации, да, возможно, где-то блогеры. Именно берем путешествующих, да, кто ездит, делает обзоры на загородный отдых. Когда поняла, что это все-таки необходимый инструмент для работы, тогда уже стал работать с профессионалом в этой области, для того, чтобы ввели страницу, чтобы ее правильно оформили, для того, чтобы настроили там все инструменты. Пока я не думаю, что я смогу вести сама, поэтому мне нужны помощники. Что я могу порекомендовать аккаунту косметологии? Это, во-первых, показывать свои работы до-после, работать с таргетированной рекламой. Здесь нужно очень аккуратно выбирать картинку, потому что Инстаграм накладывает ограничения на такого рода контент. Можно поработать с блогерами, можно поработать с рекомендациями. Действительно работают сертификаты. Способов платного продвижения в Инстаграм существует несколько. Особенно популярна таргетированная реклама и сотрудничество с блогерами. В моем случае таргет не очень работает. Когда с блогерами мы или за деньги, или за бартер, выхода, можно сказать, почти не было. Но когда я знаю человека, он лично знает меня, я пользовалась его услугами, неважно, какими. Я и про него рассказываю, он пользовался моими услугами, и про меня рассказываю. Вот здесь вот по-другому совершенно это все звучит, и вот тогда уже люди обращаются. Был опыт работы у меня с блогерами, то есть я дарила проживание. Буквально одну сториз сняли. Ну, была отдача, конечно, небольшая, совсем небольшая, именно в тот момент, когда они жили. А потом уже просто ничего не было. Пост они не выложили. Эффективная реклама складывается как минимум из двух составляющих. Грамотного анализа своего продукта и целевой аудитории и удачного стечения обстоятельств. Поэтому негативный опыт настройки рекламы или работы с блогерами это не повод отказаться от этих методов продвижения, а лишь сигнал к тому, чтобы переосмыслить стратегию. Да, где-то работа с блогерами иногда отходит, да, не попадает ваша аудитория. Где-то, допустим, таргет, да, тоже не особо, как вот в случае Юли идет. У всех по-разному. Одни работали с блогерами и сказали классно. Кто-то наоборот, да, там мы только в таргет. То есть это специфически зависит, конечно, больше от каждого бизнеса. Очень хорошо идут именно по рекомендации. Собирайте больше отзывов. Общайтесь больше там со своими друзьями, с друзьями друзей. Делитесь, давайте скидки, какую-то бесплатную информацию, какие-то сертификаты, да, на это, чтобы вас именно рекомендовали. Я замечаю, что герои становятся все более компетентными в вопросах ведения Инстаграма. Вот сегодня застронули тему сотрудничества с блогерами. Что ты посоветуешь, как нужно ее правильно организовать, чтобы интересно было всем? Я рекомендую заказчику всегда писать бриф для блогера. То есть это техзадание, по которому блогер отрабатывает рекламу. Где публикуется, сколько публикуется и какое время они сотрудничают. Чтобы не было потом обид у заказчика на блогера, что он не отработал рекламу, да, и у блогера на заказчика, что он ему не додал, так скажем, за рекламу. То есть обязательно требуйте статистику, смотрите охваты. По статистике и охватам уже можно понимать, сколько стоит блогер, сколько стоит его реклама. Количество подписанных человек не имеет значения, не имеет качество. Мы ищем блогеров именно по целевой аудитории. Очень важно подобрать блогера, человека, который даст рекламу, чтобы он был близок к вам. Чтобы вы его увидели и захотели пойти по его рекомендации. А если у вас еще остались вопросы по ведению Инстаграма, по продвижению на этой площадке, пишите нам в комментариях.